Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Некоторое время назад я показывал один из быстрых соусов в пасте. Если кто-то не видел этот ролик, смотрите сюда. И в нем я обмолвился о способах концентрации вкуса шампиньонов. И вы меня тут же забросали требованиями продемонстрировать. Подчиняюсь. Сегодня я покажу вам способ приготовить очень простую заготовку для множества разнообразных блюд. А после мы вместе из этой заготовки приготовим очень простой, но очень вкусный грибной суп. Идею этого супа я подбрил у светоча французской кулинарии Агюста Жан-Батиста Чискофье. Безусловно, в том виде, в каком предлагает это делать он, я вряд ли когда-нибудь буду готовить. Но некоторые его идеи вполне отвечают моим хотелкам и представлениям о том, что стоит готовить, что нет, что вкусно, а что не очень. Вы только не подумайте, что я сейчас встал такой в позу и говорю «эскофье кретина, я д'Артаньян». Нет, я имею в виду, что готовить по 6-8 часов один суп для меня не кажется правильным. На этом затянувшееся водное слово прерву. Поехали. Итак, сначала о шампиньонах. Вот у меня обычные магазинные шампиньоны. Их нужно сначала вымыть, я это сделал, а потом нарезать. Вот так. Отрываю ножку, а шляпку разделю на 4 части. Ножку разрежу так, чтобы размер кусочка примерно соответствовал шляпке. Для чего я все это затеваю? Любой продукт, который мы употребляем в пищу, обладает запахом и вкусом. Этот запах и вкус у продукта изрядно разбавлен влагой. Вся кулинария, по сути, сводится к действиям, в результате которых с продуктами либо происходят химические реакции, либо изменяется концентрация веществ, отвечающих за вкус и аромат. Есть у нас шампиньоны со слабым грибным ароматом. А те, которые в магазине бывают, они только такие и есть. Почему это я знаю? Потому что довелось мне попробовать шампиньоны, выросшие в естественных условиях. Я уже говорил, что родился в Татарии. В небольшом городе, окруженном лесами, полями, деревеньками и совхозами. Шампиньоны – такие грибы, которые отлично растут там, где коровы хорошо удобряют почву. Они там просто кишмя кишат. Шампиньоны, не коровы. И такие эти грибы получаются духовитые, что достаточно одного гриба, чтобы в квартире было не продохнуть. Они пахнут... Вот если проделать с магазинами то, что я сейчас проделываю, то запах будет довольно похож. Вкус и аромат сконцентрируются. Ну, плюс к этому еще всякие химические реакции пойдут. Но мы сейчас не на лекции по технологии пищевых производств. Томиться им под крышкой на слабом огне нужно будет около часа. За это время 4-5 раз надо будет помешать. Не делайте слишком большой огонь. Нам ни в коем случае не надо, чтобы нижние грибы получили прижаренную корочку. Нам всего-то надо, чтобы лишняя влага выпарилась. Смотрите, как меняется их цвет. Они становятся темными, аромат становится все более сильным и даже резким. Настоятельно рекомендую готовить таким образом, чтобы не тратить в будущем свое время сразу большое количество грибов. Они отлично хранятся не только в морозильнике, но и в холодильнике. А использовать их можно в добром десятке разных блюд. Считайте сами. Жареная картошка с такими грибами – это раз. Пирожки с начинкой из таких грибов – это два. Картофельное пюре с такими грибами – это три. Нарежу чеснока. Пирожки с начинкой из картофельного пюре с такими грибами – четыре. Картофельная запеканка под цирной корочкой с этими грибами – пять. Чеснок добавлю к грибам, они почти готовы. И чеснок очень выгодно подчеркнет и вкус. И сразу посолю. Кулебяка с начинкой из картошки и таких грибов – шесть. Паста со сливочным соусом и с такими грибами – семь. Лазанья с бешамелью на основе вот этих вот грибов 8. Картофельно-грибной суп 9. Наконец, сегодня у нас будет крем-суп с такими грибами 10. Короче, продолжать перечисление можно до вечера. Ну вот, смотрите, что у нас получилось. Они приобрели бурый или землисто-серый цвет. И сейчас имеют очень концентрированный вкус и аромат. И ориентир – это именно вот такой вид у грибов, а не время. Если у вас будет больше грибов, то и времени может уйти тоже больше. А некоторые разновидности могут и 2 часа до этого состояния тушиться. Ориентируйтесь на вид грибов, не на время. Теперь их можно убирать в банку и отправлять в холодильник. Это совершенно другой шампиньон. Абсолютно не тот, к которому вы, быть может, привыкли. Потрясающая просто заготовка для целой гаммы великолепных блюд. Сейчас я все это дело уберу в баночку, в холодильник, а продолжу приготовление крем-супа завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте займемся, наконец, приготовлением крем-супа. Он готовится на основе классического французского соуса бешамель. Бешамель – базовый соус французской кухни. Я про него снимал уже ролик. Если не видели, смотрите, вот здесь вот с 58 секунды начинается все. Я там все подробности показал. Ну, сегодня, соответственно, этих подробностей показывать не буду. Так кратенько. Поэтому, чтобы не напортать случайно, загляните сюда. А если видели, все равно посмотрите, чтобы освежить память. А я пока встану на паузу и подожду. Посмотрели? Продолжим. Итак, для сегодняшнего супа нам понадобится совсем не густой бешамель. Поэтому я беру литр молока, 60 граммов муки и 50 граммов сливочного масла. Сворачиваю букет гарни из листьев порея, тимьяна и шалфея. Точно так же, как вы уже видели, это только что в ролике про запеканку. Отправляю в кастрюльку букетик гарни, луковицу, разрежу на половинке, чтобы больше аромата давало, и пару зубчиков чеснока. Заливаю все дело молоком. Пусть на не сильном огне варится, мне нужно его хорошенько ароматизировать. Внимание! Если у вас есть сухие грибы, самое время добавить измельченных в пыль чайную ложку в молоко. Аромат будет просто сногсшибательным. И насчет пряных трав. Тимьян и шалфей обязательно. Нет свежих, используются сухие. Только молоко нужно будет потом в конце процедить. Пока молоко набирается ароматов, начну обжаривать в сухой кастрюлю муку. Доведу ее до такого легкого кремового оттенка. Помешиваю. Чтобы равномерно прожаривалось. Пора, пожалуй, добавлять масло. И сразу перемешаю. Огонь должен быть ниже среднего, иначе легко упустить момент, и что-нибудь обязательно начнет подгорать. А так как соус обладает очень тонким вкусом, даже легкой пригаренкой его испортит. Молоко уже ароматизировалось. Выкидываю отсюда все лишнее. Внимание, здесь сейчас плавают несколько отлетевших листочков тимьяна. На мой взгляд, это украшает соус. Если же вам по душе соус абсолютно однородного цвета, молоко можно процедить через мелкое сито. Молоко добавляйте понемногу. И только после того, как предыдущая партия полностью смешалась. Иначе комочки получатся. Ну вот, молоко в соусе. Все смешалось. Натираю сюда мускатного ореха. Настала пара грибов. Смотрите, перед началом обжарки у меня было 400 граммов. А сейчас осталось граммов 150. Вот все их и отправлю. Сейчас бешамель начнет пропитываться ароматами шампиньонов. Оставлю его под крышкой минут на 5. А вот если вы шампиньоны из холодильника достали, то и все 10 займет. Сам тем временем нарежу тонкими полосками куриную грудку. Для этого объема супа мне хватит кусочка тоже примерно в 150 грамм. Нет, если вы хотите, конечно, от еды больше нажористости, можно и целую в дело пустить. Проверяем, как там себя чувствует наш супчик. Очень хорошо. Проверим на соль. Надо досолить. Грибы, конечно, были соленые, но этого мало. И обязательно добавлю черного перца. Он подстригнет вкусовые пупырышки. Будет здорово. Крем-суп почти готов. Выкладываем куриную грудку, прогреваем 2 минуты и выключаем. Не пересушите. Нарезано тонко, готовится моментально. Будете себе потом по голове ложкой стучать. Вот мы и добрались до завершения. Итого на бешамеле и его заправку грибами и курицей у меня ушло минут 25. Напомню, что грибы стоит готовить заранее и держать их в холодильнике. Какой он густой. Ну что, пробую. Отлично. Очень нежная, кремовая текстура. Вся пропитана ароматами грибов. Очень мягкий такой вкус. Замечательный. Грибы, когда подают на зубок, взрываются, как маленькие вкусовые бомбочки. С курицей прекрасно сочетаются. Что я вас убеждаю, попробуйте. Очень хорошо. Вот и все на сегодня. Понравилось? Пальцы вверх. Спасибо тем, кто комментирует, лайкает и делает репосты видео. Это помогает каналу расти. Меня постоянно мучают самыми разными вопросами. Отвечать каждому в личке достаточно сложно. Поэтому давайте-ка сделаем так. Задавайте свои вопросы под этим видео, а я сниму отдельный ролик с ответами на вопросы. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!